козероги приветствую вас на канале таро подсказки на каждый день и это быстрый экспресс расклад на декабрь посмотрим четыре основные темы общую энергию которая будет проявлена и посовет вам подсказку поводу вашего желания и так кто не любит смотреть раскладку карт сразу прыгать на тайм-код в описании кому нравится настраиваться с каждой картой оставайтесь и так какая энергия будет наибольше всего проявлена в декабре что ожидает сфере работы в начале месяца во второй половине материальная сфера финансов начало месяца вторая половина социум близкие друзья дальние родственники коллеги начало месяца вторая половина и любовь отношения начало месяца и вторая половина и сейчас загадывайте желание или же задавать вопрос по поводу цели к которой вы идете может быть что-то прям очень сильно сейчас добиваетесь все 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 туда в положили совет подсказка вам итак козероги давайте смотреть общая энергия не месяца что ждет чего ожидать что будет наиболее проявлено мир смотрите будет завершение вообще в принципе или периода жизни или же какой-то ситуации если мы говорим о периоде жизни возможно вы почувствуете что вот уже сейчас наступает то время когда по-другому но невозможно не пойти в другое да то есть возможно будет сожжены какие-то мосты возможно какие-то отношения уже настолько изживут себя что вы поймете что но не стоит уже там ничего не сохранять ничего но как козаново возрождается то есть вот этого не надо или же допустим период жизни вы заканчиваете что-то для себя очень важно возможно у вас был скажем так период личностного роста и вы сейчас понимаете что вы уже скажем так на ступень выше да вы видите совсем другой мир вокруг вас и вы ну в принципе смотрите на все по-другому может быть это период когда вы заканчиваете допустим одну работу сферу деятельности переходите на другую то есть понимаете это но такие глобальные изменения в жизни которые но по сути ведут вас дальше давайте смотреть что ждет в работе ну что в начале месяца у нас четверка жезлов ко второй половине мы придем десятку жезлов начало месяца хорошая работа все прекрасно ходите на работу работаете получаете свое с какое-то удовлетворение то есть по четверке жезлов вам нравится то где вы находитесь то где вы работаете да это не тот максимум который вы бы хотели возможно некоторые факторы вас ну не особо устраиваю да но все другое она покрывает то что вас не устраивает но к во второй половине месяца могут скажем так навалиться на вас какие-то дополнительные обязанности или может быть это знаете как период перед отпусками если вдруг вы идете в отпуск что нужно доделать что-то закончить какие-то проекты вопросы но может быть быстро быстро не знаю может потому вас ну как опять же тот же период сезонного сезонной работы когда вот сейчас новый год перед ним очень много заказов да нужно быстро быстро в ход таком темпе работать когда действительно нагрузка очень большая за счет чего за счет того что но заказов больше их нужно естественно вовремя все отгрузить отработать и так далее допустим если вы ищите работу до в поиске находитесь я не скажу что вы ее найдете то есть здесь нет тех карт которые бы указывали на то что вам поступает предложение вы куда-то идете и так далее то есть здесь больше про то что вы понимаете ту тяжесть ситуации возможно ваши компетенции ну скажем так сильно устарели да и вы поэтому не можете чего-то для себя подходящего найти возможно нужны какие-то дополнительные знания дополнительные навыки вы понимаете что вам это тяжело дается может быть это не ваша стезя и так далее да может быть вы понимаете что в принципе ваша профессия в которой вы работали в которой у вас есть образование знание опыт она уже в принципе не актуальна да это вот на вас скажем так накладывать такие вот не совсем так легкие ощущения до мысли но по поводу того что найдете ну как бы извините нет я по крайней мере я не вижу может быть вы пойдете в другой расклад и там будет другие карты и там вам прям сильно пообещает нового работодателя но вот по этим картам извините так материальная сфера что в материальной сфере так вы смотрите в материальной сфере такое что не очень хорошие времена сейчас проживаете и больше скорее всего не хватает ресурсов не могу сказать по какой причине здесь больше знаете показывает то что вы действительно сдерживаете себя в тратах вы экономите настолько насколько можете лишнюю копеечку считаете нигде скажем так ну не позволяете себе ничего такого каких-то может быть увеселений то что для души и так далее то есть все то что нужно это начало месяца и вторая половина месяца может привести скажем так к незапланированным тратам которые посадят вас ну скажем так не совсем хорошее материальное положение то есть здесь если вы не хотите там оказаться да то есть смотрите что у вас на что вы тратите деньги здесь еще есть другая ситуация есть непредвиденные да когда допустим какая-то техника дома выходит из строя а вы в принципе не можете без нее допустим элементарно холодильник если у вас сломается холодильник но достаточно тяжело без него прожить ну можно да реально но это будет скажем так не совсем та комфортная жизнь которой вы привыкли или допустим что-то ну какой-то ремонт где-то трубы протекут и так далее да то есть там где нужно быстро что-то предпринимать естественно это стоит денег то есть то что давайте так козероги там где вы можете но скажем так не идти в траты не ходите потому что это вас ну скажем так не удовлетворит или вы это какой-то там продукт или товар купите который вам в принципе не понравится или цена будет завышена или качество этого продукта будет очень плохое и вы поймете что но зачем я тогда вообще в принципе на это тратился лучше бы деньги сохранил да то есть здесь такая ситуация может быть естественно мы не можем скидывать со счетов третий фактор на который мы не можем повлиять то есть здесь ну здесь конечно просто уже будете смотреть по ситуации как складывается и так социум что ждет начала месяца и и вторая половина ну смотрите начало месяца может вас посетить какая-то или идея или мысль или даже знаете решение по поводу тех ситуаций которые складываются с друзьями с родственниками больше такими знаниями родственниками это не свой близкий круг с кем вы вот и живете каждый день до более такие скажем так из других домов и здесь могут быть коллеги тоже то есть достаточно такая ситуация от вас требующее решение то есть во первых вам нужно принять это решение вам нужно понять куда вы хотите эту ситуацию или если отношения вывести да и соответственно во второй половине месяца вам нужно достаточно жестко принимать решение но не в том плане что рубить оскорблять и так далее да а больше основываться на рациональном рациональной стороне принятия решения то есть не когда я эмоционально во что за там бегу и так далее да когда я действительно что-то решил для себя предпринял какие-то попытки да и я иду и отстаиваю то есть не так что я меняю мнение там на каждом шагу да то есть ну конкретно поступательными такими естественно через отстаивание потому что возможно придется побороться за то что вы решили и так отношения личная жизнь сначала ситуация для тех кто в паре смотрите начало месяца может проиграть таким образом что будут проявления романтического плана такой заботы как знаете как вот нахлынуло да хочу проявляться хочу чтобы ко мне проявлялись хочу вот этот фейерверки вспышки и любовь там и так далее да то есть но я хочу испытывать хорошие эмоции я готов давать хорошие эмоции да то есть ну вот на какое-то взаимодействие я хочу идти да и я иду собственно но может проиграться такое что вы или не получите того чего вы ожидаете то есть у вас будут какие-то свои ну скажем так неоправданное ожидание по поводу реакции партнера на ваше проявление и здесь вы можете ну то скажем так скатиться в четверку кубков когда вроде вот да вроде все хорошо но как-то надоело но как-то это все однообразно но как-то это все а вот как стабильно как будто мы уже живем 20-50 лет вместе и все одно и то же изо дня в день как бы ну да вроде чё жалуются отношения хорошие да и без там каких-то может быть эмоциональных качели то есть ну в принципе все стабильно но как-то блин хочется каких-то всплесков да то есть ну вот такое я бы сказала неудовлетворение тем что происходит именно вот в эмоциональной сфере если вы свободные козероге ситуация какая в начале месяца вам захочется проявляться да вы возможно появится какой-то объект для скажем так на готова на который вы захотите излить да все вот это свое чувственность вот эту но по факту придете к тому что как-то или вот тот объект на который вы это все будете изливать не особо скажем так оправдает ваших ожиданий или в принципе вы поймете что все как-то одно все как-то по одному сценарию все то же самое или люди которые мне встречаются да ну вот потенциальные партнеры как под копирку да одно и то же а я-то хочу другого и так далее то здесь у вас будет я бы сказала над чем подумать если вы хотите каких-то изменений если просто посидеть погрустить ну посидите погрустите да это ну в принципе тоже надо потому что не только же нам аттракционы и сахарная вата да а еще и скажем так не совсем приятные чувства ощущения вот собственно козероги кто не смотрел раскладку здесь у нас карта с советом с подсказкой или же ответом на вопрос то есть сейчас загадайте желание или задайте вопрос или может быть цель какая-то к чему вы сейчас идете да вот и и здесь сейчас озвучьте если не успеваете поставьте на паузу ответ сбудется ли желание что нужно сделать и так далее да то есть ну вот по поводу вашей цели скоро все разрешится смотрите козероги чтобы в этом не задумали чтобы в этом не загадали скоро все разрешится и я так предполагаю что наилучшим для вас образом поэтому двигайтесь в том направлении в котором вы двигаете продолжайте желать того что вы желаете и скоро все разрешится вот такой расклад для вас и ставьте лайки пишите комментарии кому нужен персональный расклад контакты есть в описании и соответственно подписывайтесь если еще не подписаны пока пока